Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим про мои топ-5 сумок, в которые стоит вкладывать деньги. Это, конечно же, будут сумки из сегмента люкс, для того, чтобы вы вдохновлялись, так скажем, первоисточником этой сумки и могли потом в дальнейшем, если вы не рассчитывали на то, чтобы покупать люкс, или в целом считаете это глупостью и делать этого не нужно, вы можете всегда найти такие же сумки, модели, самое главное, формы, цвета, про которые мы поговорим в масс-маркете, в любом магазине, в котором вы обычно покупаете для себя аксессуары из кожи-галантерей. Ну что, давайте начнем! Итак, первая сумка, которую я бы рекомендовала как именно базовую покупку, это сумка Клоя, которая называется Тесс. Мне безумно нравится эта модель, и она действительно базовая, и нужна абсолютно каждой моднице. Объясню почему. Потому что она прекрасно сочетается, если мы хотим какой-то casual образ, например, там, джинсы, майка, кроссовки, условно говоря. Мы надеваем ее на вот такой вот широкий ремень, да, который идет, собственно, в комплекте. То есть мы надеваем ее как сумку кроссбоди, и она украшает даже самую обычную белую майку. Если мы хотим сделать из этой сумки более вечерний вариант, и у нас, ну скажем, какое-нибудь легкое летящее платье, или, ну, в целом, более такой женственный образ, то мы всегда можем ее взять в руку, и она уже будет, как, знаете, такой небольшой саквояжик, даже немножечко винтажной. Если украсть это все платочком, то вообще будет абсолютно такая женственная маленькая сумка, которую можно использовать всегда и везде. У нее интересная такая круглая форма. В целом мне нравится, что она держит форму. То есть она не такая, знаете, мятенькая, да, то есть, которые, такие сумки создают немного, не то, что это неопрятный вид, это неправильная фраза здесь, а несобранный вид. То есть вообще все формы, которые, у которых нет формы, создают такой, знаете, несобранный вид. Здесь форма есть, мне нравится, что внутри у нее не только одно большое отделение, да, в котором мы там положим все самое большое и нужное, конечно же, но есть еще вот такое маленькое, в которое мы можем всегда положить там, не знаю, какую-то мелочь, которую мы не хотим потерять. При этом и этот маленький карман, и большой основной закрываются, и у нас никуда ничего не выпадет, ничего не случится. Такая сумка, знаете, надежная, удобная, с ней всегда комфортно, то есть, если она у вас на ручке, вы всегда легко ее откроете, да, потому что здесь очень-очень легкий такой механизм, да, самая обычная кнопочка. И, естественно, если она у вас на широком ремне, то вам тоже будет комфортно. Конечно же, эту сумку не стоит приобретать, если вы ее берете как базовую, может быть, даже как единственную или еще что-то в таком цвете. Я взяла в таком цвете, потому что у меня базовых сумок очень-очень много, и, собственно, я ими постоянно пользуюсь, и мне не нужны базовые, я уже смотрю что-то такое более fashion. И поэтому я взяла эту сумку в таком нереально красивом оттенке, он действительно интересный, вкусный, но, девчонки, подходят мне под все, и я использую эту сумку из-за цвета именно не так часто. На самом деле бы сейчас, если бы я покупала себе сумку, я бы взяла в темно-темно-коричневом цвете. Именно вот у них есть торкот, а есть темный коричневый оттенок, я не знаю, сейчас они в коллекции это повторяют или нет, но я бы взяла даже не в черном, а в темно-коричневом для того, чтобы она, помимо всех тех функций, которые я произнесла до этого, еще несла функцию такого, знаете, стиля Дикого Запада. То есть вообще Клоя это про это, но именно в темно-коричневом это смотрится прям максимально дорого с этой золотой фурнитурой, поэтому если бы я выбирала базовую, то именно в темно-коричневом цвете. Далее сумка для путешествий и просто здесь не изменен, конечно, Louis Vuitton. Я уже рассказывала историю этого бренда у себя в инстаграме в смешном таком видео, вы можете всегда зайти в мой инстаграм и посмотреть. Почему Louis Vuitton? Ну потому что это изначально сумки, которые проходят огромное-огромнейшее количество испытаний, то есть этим сумкам не случается ничего даже спустя огромное количество времени. То есть они настолько прочные, непробиваемые, вообще неубиваемые, что это лучшее, что может быть для путешествий. Потому что в путешествиях мы ставим сумки на пол, мы их куда-то бросаем, швыряем, еще что-то. То есть я вообще не щижу, так скажем, сумки, с которыми путешествую, у меня всегда они просто в непотребном состоянии. Но Louis Vuitton всегда выглядит круто просто потому, что он неубиваемый действительно. У меня есть две такие сумки, я действительно люблю эту модель. Модель Metis. Когда меня спрашивают, какую сумку Louis Vuitton мне купить, я всегда говорю Metis, потому что я считаю, что из всех моделей Louis Vuitton именно в монограмме, только Metis смотрится, ну как-то дорого, не напоминает нам о прошлом. Ну вот, ну знаете, когда вот Louis Vuitton только-только, да, начинал хайповать, как бренд. Для меня Metis это абсолютно женственная сумка, которую в дальнейшем, опять же, за что я ее люблю, можно использовать не только для путешествий, но и как сумку для повседневки. То есть она подходит, ну, лично под мой гардероб, под большую часть реальных вещей я везде могу комбинировать, если я не надеваю рядом с ней, там, Gucci, еще что-то. То есть если убрать бренда и, например, одеться полностью в масс-марке, то просто эта сумка может реально вывести весь образ. Поэтому за это я ее люблю, ценю, обожаю. У меня точно такая же еще и еще есть в темно-синем цвете. Но если вы не любите монограмму, если вам она не нравится, вы считаете, что это там, ну, какой-то китч и так далее, вы всегда можете взять, например, если мы говорим про Louis Vuitton, вы можете ее взять однотонную. Она есть сейчас в множестве оттенков, можно взять просто черную, просто темно-синюю, вот как у меня, можно взять бежевую, сейчас вообще огромное количество цветов, но сама модель безумно удобная. Почему она удобна для путешествий, объясню. Обычно у меня есть ручная кладь-чемодан, если у меня, ну, куда-то далеко и надолго, да, и большой чемодан, который я уже задаю в багаж. Что я ношу с собой в сумке? Конечно же, паспорта-билеты, но билеты сейчас уже не актуальны, они обычно в электронном виде паспорта, самое главное. У меня обычно их два, потому что в одном у меня визы, в другом у меня 3-2-3, ну, короче, у меня их несколько. Также, конечно, деньги, кредитки, там, влажные салфетки, какие-то, там, губные помады, крема и так далее. И чем мне нравится эта сумка, что она кажется маленькой, ну, прям вот совсем крошкой, не выглядит, знаете, как какой-то большой мешок совсем с чем можно, но при этом она действительно крутая и вместительная. Иногда я даже вмещаю туда, помимо всего того, что я назвала, еще и свою косметичку. То есть я вмещаю туда все-все предметы, которые мне нужны для того, чтобы сделать полноценный макияж. Три отделения, а у меня тут какие-то бумажки, о, убрали, нет, не получилось, черт. В общем, три больших отделения, то есть, условно, сюда можно положить, да, в самое плоское отделение, как паспорта. В большое отделение я обычно кладу весь косметоз, все там кремики, я не знаю, что-то еще. И еще одно отделение у меня чаще всего, да, под зарядку портативную, под наушники и так далее. Жутко удобно, но это еще не все. Здесь всегда есть еще один маленький карманчик на замке. Туда я обычно кладу деньги, кредитки и так далее. Чтобы не открывать полностью всю сумку, ничего не искать, я просто залаживаю в маленький карман и, собственно, достаю оттуда там денежку или карту, если мне нужно где-то расплатиться. Сюда же я кладу обычно телефон. Он на замке, нигде ничего не выпадет, в целом и здесь не выпадет, но я иногда могу забыть закрыть сумку. У меня есть такая проблема. Я ее ношу потом вот так. То есть, как бы, в целом норм смотрится, но может что-то выпасть. Поэтому такие там деньги, телефоны кладу сюда. Все остальное могу положить сюда, даже если выпадет, не так жалко. Люблю-не-могу. Лу-Виттон Эвер для путешествий и конкретно эту модель можно использовать для повседневной жизни. Прям даже для девушек, которые ходят в офис, это реальное спасение. Я считаю, сюда можно положить вообще весь став и при этом выглядеть стильно в соответствии с дресс-кодом, потому что чаще всего это туфли-лодочки и костюмы, и эта сумка будет с этим сочетаться тоже, помимо там джинс, кроссовок и всего остального. Следующая сумка, которую я действительно считаю исторической, удобной, красивой, женственной, нереальной, и та сумка, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки, это сумка от CELINE, которая называется CLASP, если я правильно произношу, которая в переводе, да, застежка. Это сумка, которая была создана еще при Фибии и является, я не знаю, наверное, культовой сумкой CELINE, на мой вкус. У меня вот такая зеленая в крокодиле, но, конечно, если мы говорим о базе, то ни в коем случае не зеленая и ни в коем случае не крокодил. Обычная сумка, скажем, черного цвета, наиболее такая актуальная, у них есть темно-серый прекрасный цвет, бежевый и так далее. В общем, смотрите, в каком-то однотонном подбирайте под свой гардероб. Это сумка для девушек, которые прямо леди. Если весь ваш гардероб более романтичный, более женственный, то, скорее всего, там сумка Lou Vuitton вам, ну, не настолько нужна, как вам нужна вот такая вот женственная, трапециевидная, красивая сумка. Она немного такая, знаете, а-ля винтажная, и такая сумка потрясающе будет смотреться в вечерние выходы все. То есть вам можно не покупать дополнительно клатч, в целом вы можете одной сумку убить двух зайцев. И ходить с ней повседневно на работу, например, да, сюда даже А4 поместится или там Айпад, например. И при этом красиво эта сумка будет смотреться, если вы пойдете на вечерний коктейль. То есть вам не нужно, так скажем, переодеваться. Единственный минус этой сумки, она немного тяжеловата, но, возможно, потому что у меня она в крокодиле. Крокодил тяжелее. Здесь два больших отделения, в которые действительно очень много всего помещается. И маленькая на замке для каких-то мелочей. Она очень простая, в ней нет ничего сложного, но тем она и прекрасна. Идеальный вариант для тех, кто работает в офисе и пять дней в неделю, как минимум, проводит на работе и нужно соответствовать дресс-коду. Я советую приобрести именно вот такую модель сумки, да, не обязательно Celine, но может быть что-то подобное. Потому что это будет вас выручать всегда и везде. С кроссовками надевать можно. Сейчас стилизует. И если вы посмотрите там какие-то подборки с этой сумкой, то вы увидите сочетание с кроссовками. Если это условно черный цвет или там какой-то, да, другой, она более простая, в целом можно. Но лично я ее вижу с более женственными образами и меня она видится там. Чем она универсальна? Тем, что и с кроссовками в целом можно. То есть это не будет смотреться плохо, но это будет смотреться не настолько красиво, как с легкими какими-то тканями и более женственными образами. Следующая сумка это клатч. И у меня, честно, уже сломалась застежка, но этому клатчу лет пять. И каждое мероприятие, по-моему, проходит с ним. То есть у нее есть другие клатчи, и Hermes, и каких только нету. Но я, честно, безумно люблю именно этот клатч и просто жить без него не могу. Сейчас вышли новые клатчи у Dior а-ля Saddleback, но только клатч, да, с такой же формой. Мне они нравятся меньше, чем вот эти клатчи, потому что они какие-то, знаете, более универсальные, что ли. И я надеюсь, что они еще продаются, они есть в продаже. И даже если они видоизменились, то не сильно, потому что я увидела, я просто хотела себе поменять клатч, из-за того, что у меня сломала застежка. Может быть, ее можно даже починить, отдать в Dior, но мне уже просто хочется что-то нового. Я ее действительно затаскала, у меня уже и углы потерлись, и все остальное. Хочется просто новый клатч, но именно вот такая форма в виде кошелька. Самое, вот реально это самый обычный кошелек, если вот так внутри посмотреть, там и под визитки, отдел с замочком. Но это самая универсальная история, если вы не знаете, какую сумку выбрать, или если вы хотите одну на все вечера, потому что вы не посещаете их каждый день, и вам не нужно каждый день там новый клатч, новую сумку и так далее, то просто купите себе вот такую, и вы не ошибетесь. Она подойдет подо все, потому что она абсолютно классическая. У нее нет принадлежности ни к какому стилю. Почему, например, сэдлбэк, точнее под сэдлбэк, да, вот этот клатч, я бы не хотела, потому что у него есть принадлежность к стилю дикого запада, да, так скажем. У этой сумки нет, она абсолютно классическая, подойдет подо все образы, вы можете надеть ее на цепочку, она идет в наборе, и совместить, например, с джинсами футболкой. И при этом она потрясающе будет смотреться с платьем в пол, со шлейфом, с голливудской волной. То есть настолько универсального клатча я не видела нигде, и, кстати, я пыталась покупать его в Сэмлоран подобное и где-то еще. Блин, ну все не то. Вот оно не смотрится так круто, как этот, и не подходит под большее количество образов, как этот клатч. И последняя сумка в моем рейтинге топ-5, это сумка от Hermes, которая называется Kelly, даже не Birkin. Birkin для меня большая, может быть, мне нужно было взять размер поменьше, конечно. Но мне не нравится, что она, знаете, ее открываешь, и вот туда все-все нужно пихать. Я просто с собой не ношу слишком много вещей, и мне такая сумка не нужна. Для меня Kelly более комфортная, удобная, мне с ней безумно нравится ходить. И она, знаете, опять же, тот самый универсальный случай, когда подходит подо все. Если я надеваю ее с платьем, это смотрится красиво. Если надеваю с ботинками, с кроссовками, с какими-то вообще гранжевыми ботильонами, это смотрится круто. То есть она под любой стиль. Мне кажется, за это, собственно, эта сумка и стала настолько известной, модной, популярной, остается по сей день, абсолютно неоспоримой классикой. Да, конечно, во-первых, за Kelly охотиться нужно 100 лет, во-вторых, она стоит, как крыло от самолета. Поэтому я бы рекомендовала просто найти в масс-маркете или middle, найти себе что-то подобное по форме. Но для меня это самое вообще удобное, комфортное по размеру, по вместимости, по дизайну, по всему сумку. У меня есть такая бежевая, у меня есть такая черная. И обожаю обе, потому что, ну, бежевая больше к светлому, черная больше, собственно, к темному. Ношу только их в основном. Все фэшн-сумки свои другие я использую для каких-то определенных выходов. Если для повседневки, если бы мне сказали, какую сумку я бы забрала с собой на необитаемый остров, я бы забрала с собой Kelly Hermes. Мне кажется, что Hermes реальный конкурент для Луиттона. Потому что я предпочитаю для путешествий, конечно же, и вот эту сумку тоже. Бежевую, черную. Вот у меня три сумки для путешествий. Это Луи Виттон и две мои сумки Kelly от Hermes. Прям люблю, не могу и всегда ими пользуюсь. Поэтому рекомендую вам конкретно эту форму. Там один большой отдел. У меня просто там, я хожу сейчас с этой сумкой, поэтому там много всего напихано, не буду показывать. Один на замочке и один огромный отдел. Два боковых кармана. Собственно, меня все абсолютно устраивает. Здесь есть вот такая вот ручка в наборе. Но сейчас прикрепляют различные широкие ручки и так далее. Ну, так, чтобы сделать сумку более модной. Сюда прикрепляют платочек. В общем, очень-очень много интерпретаций. Я, кстати, хочу... Не помню название этой сумки. Маленькую от Hermes. Такие малышки для вечерней моды. Мне кажется, что это тоже абсолютно универсально. Даже не менее универсально, чем мой клатч от Dior. Поэтому я уже думаю заменить свой Dior как раз-таки на такую малышку. На этом у меня все. Напишите, какая сумка является вашей. То есть вот если бы у вас был выбор, какую бы взяли вы из моего рейтинга. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.